Чем жарче лето, тем больше работы. Для спасателей и сотрудников ГИМС эта закономерность срабатывает всегда. Ища у воды спасения от изнуряющего зноя, отдыхающие подчас забывают о безопасности. Так что инспекторам и спасателям предотвращать ЧП с купальщиками приходилось подчас против их воли. Составлено 10 административных материалов закупания в запрещенных местах. С начала года государственными инспекторами по маломерным судам проведено более 300 патрулирований рейдом, в том числе с участием сотрудников полиции, сотрудников муниципальных образований области, а также общественных спасателей. Казалось бы, летние хлопоты вот-вот останутся позади, но это не точно, говорят в МЧС. Спасатели далеки от мысли, что все орловчане с 1 сентября вот так дружно возьмут и прекратят купание. Однако теперь делать они это будут на свой страх риск, ведь с началом осени все спасательные посты прекращают работу. В сезон на водоемах области работало 32 спасательных поста, и несмотря на это полностью исключить несчастный случай на воде не удалось. По оперативным данным на территории Орловской области зарегистрировано 16 происшествий на водных объектах. Погибли 10 человек, а к сожалению, среди них есть и несовершеннолетние, спасено 8 человек. Одним из самых нашумевших трагических эпизодов стала гибель 12-летней орловчанки в водах озера «Светлая жизнь». На водоем девочка пришла без родителей, а когда с ней стряслась беда, кнопку вызова спасателей на берегу так никто и не нажал. Причина ЧП на воде, говорят в службе ГИМС, из года в год одни и те же. Несоблюдение правил поведения на водных объектах, купание в необорудованных местах, нахождение у воды в состоянии алкогольного опьянения, и самое опасное – это нахождение детей у водоемов без сопровождения взрослых. Как только осень вступит в свои права, сотрудники МЧС вздохнут с облегчением. Но ненадолго. С началом ледоставы у них вновь будет много работы. Минувшей зимой любители ледового экстрима спасателям заскучать не дали. Иван Суверин, телеканал Первый областной.